Как случилось, что ко мне заговорили? Муж подарил кристаллик. Это был вот такой кристаллик, типа обелиска. И было очень странно. Это было 20 лет назад. И было очень странно думать. Ни духи, ни туфли, ничего. Какой-то кристаллик в красивом мешочке. И я так его... Зачем, да? Да, ни колечко, ничего. Я так его смотрю и думаю, ну странно как-то. Ну ладно, подарил, хорошо. Поставила его на подоконник. Ну и праздники кончились. День рождения на отмечались. Все, подарки распакованы все. И тут я вернулась к нему и думаю, а дай-ка я его помою. Я не знаю, почему я решила его помыть. Я его беру в руки. И вот буквально вот так вот взяла. И вдруг трынкш! Искры! Вот буквально искры, как будто по башке кто-то дал, когда разлетели звездочки. Вот примерно такой. И такой звук хрыкш! И смотрю, две части. Он вот... Раскололся. Да, он как бы раскололся. Вот я просто его взяла, даже не сжала. Думаю, ну браконный какой-то. Вообще странно очень. Но тем не менее я пошла помыла. И он так раскололся, что вот как-то зубчиками. И я могла поставить на основание эту вершинку. И он стоял как будто целый. То есть вот как бы я его помыла, и я его вот так составила и поставила. И мужу говорю вечером, слушай, говорю, он как какой-то прокованный раскололся. Вот. Он съездил в магазин, где покупал индийский. Те сказали, что кристаллы не меняют. Ну и ладно. Он стоит, значит, у меня на подоконнике. И потом снится мне сон, что он со мной разговаривает. Он мне говорит, купи мне еще кристалл. Я один, мне скучно, типа, купи мне унакид. Я проснулась утром, думаю, слово-то какое унакид. Записала. И пошла в книжный магазин купить какой-нибудь справочник. Не полезла в интернет, пошла в книжный магазин. И каково же было мое удивление, когда там такой камень есть. И этот унакид, ну я сейчас его покажу. И этот унакид. Ага, вот такой, да? Вот такой, зелененько-розовеский. Ну, невзрачный, по сути дела. Вот. И я действительно потом пошла в кристальный магазин и купила этот камень. И дальше пошел разговор. Этот кристалл стал со мной разговаривать почти каждую ночь. А потом вообще получилось целое учение. И получилось, что там просто целый другой мир открылся. Вот, естественно, от этого кристалла у меня теперь дома почти кристальный магазин. Семья, да? Да, 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 вся семья. И когда я каждый камень приносила, и когда я слышала, как они переговариваются, как они радуются, и вообще как процесс идет. И вот потом пришел этот сеанс через пространство ко мне, как я говорю. Моя школа была там, всем не расскажешь. Вот сложился кристальный сеанс для гармонизации ауры для человека. И я этот сеанс этими же камнями получала на себе. Я знаю действия каждого камня. Это очень интересно. Я даже, ну, слов как бы не хватает человеческих, чтобы это все описать. Но это действительно очень интересно. Целый мир. И когда я поняла, что кристаллы – это живые существа, которые прекрасно общаются, которые старожилы, через которые можно вообще получать любую информацию, и они охотно делятся, и потом я поняла, что вот эта кристальная энергия, которая идёт на планету, вот этот кристальный свет, вот он, его материальное выражение в кристаллах, да, в реальных кристаллах. И поэтому он заикаряется, потому что ядро Земли кристаллическое, там куча кристаллов, он привлекается. И есть воздушная кристаллическая решетка, так же, как человек. Внутри есть кости, но здесь есть проекция всего в тонком выражении. А мы – твёрдое выражение, которое притягивает это всё, как бы, на самом сердце. То есть вот эта вот взаимосвязь, и она позволяет тогда понимать, как этот мир вообще взаимодействует, и как это всё складывается. И какие классные инструменты кристаллы, я их действительно зову друзьями и инструментами, и как классно с ними можно общаться. И вот даже там загадания на камнях, всегда, вот очень странно получается, человек берёт из мешочка, не видя какие там камни, и выбирает то, что у него сейчас основное. Ну да. Вот компьютерщик выберет с компьютером. А у меня были на семинаре брат и сестра, уже взрослые люди, я не знала, что они брат и сестра, сели где-то в разных частях зала. И когда я прошла, с мешком, чтобы каждый выбрал камни, они выбрали себе оба одинаковые по нефриту. А, здорово. Понимаешь, вот тоже было интересно, они говорят, надо же, мы брат и сестра, и вот одинаковые камни нужны. Так что я всё равно сопротивлюсь с камнями и не перестаю удивляться, как классно. Поэтому для счастливой жизни, для того, чтобы ваша жизнь получила, ну, какой-то драйв, что ли, я всё равно считаю это хобби. Вот, чтобы она получила драйв, получила интерес, получила вот расширение вибраций. Потому что каждый камень – это вибрация, которую вы добавляете в себя. Чтобы вы расширились, вам, конечно, можно пойти в кристальный магазин. Сначала только пойти и посмотреть. И ещё один момент, который я скажу из своего опыта. Слушай, а вот сейчас, секундочку, пойдёшь в магазин, в принципе, можно посмотреть, вот что тебе поговорить, заговорить с тобой, то и купать, да? Да, да, потому что рука вот интуитивно никогда вас не подведёт. Она потянется к тому камню, который вам нужен. А если вы начнёте провоцировать мозги, то скажете, о, этот подешевле, а этот поярче сверкать. Да, да, форму покрасивейся. Выбирать, о, да, и потом будете думать, где же я его поставлю, этот лежит, а этот стоит и так далее. Нет, выбирайте интуитивно. Но я хочу также сказать, что в кристальном магазине вы можете сразу не покупать, потому что вы пойдёте, посмотрите всё, постоите в этих энергиях, придёте домой. И потом в ближайшие дни тот камень, за которым вам надо вернуться, он у вас будет мелькать перед глазами и где-то в вашем сознании напоминать, что я тебя жду. Вот, как я говорю, камень позвал. Ну вот тогда вы точно идёте и покупаете. Одна мне знакомая сказала, слушай, я с тобой подружилась и попала на деньги. Я теперь покупаю, 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 и ты кристалл. И я успокаиваю, говорю, слушай, во-первых, это скоро прекратится, потому что ты насыптишься, и тебе будет достаточно. А во-вторых, это не опасно. Она говорит, на меня муж уже так странно смотрит. Я говорю, первое, что ты можешь сказать мужу, что это не опасно. И мужу понравится, поверьте, жена камешками занимается, ну не какие-то там бриллианты. Не бриллианты, раньше там простое. Да, самоцветики. Так что это то, что расширит вашу жизнь. Вот когда вы вернулись домой, и этот камень вам заговорил перед глазами, может быть во сне, может быть, как-то вы закрываете глаза, и он как-то мелькает, вспоминает его образ. Тогда надо пойти и купить. Это сто процентов. Кто-то в рекламном магазине все пощупает. Поэтому, ну, есть люди более тактильные, и тогда все равно по своим ощущениям. Хотя я также скажу, что есть много предубеждений, когда человек говорит, камень должен быть горячий, камень должен быть холодный, камень должен быть какой-то. Вот если он холодный. А мне к гороскопу подходит или не подходит. Да, да, да. Слушайте себя. Слушайте себя, потому что не слушайте других людей, которые говорят, о, если он холодный. Он для того человека холодный. А вы слушайте себя, именно слушайте себя, потому что, может быть, что вам как раз-таки холодный понравится. Для начала. Именно для начала холодный. И ощущения с каждым камнем могут быть разные. Это не значит, ваш или не ваш. Просто если вам его хочется, позвольте себе его иметь. А он уже потом расскажет и поделится тем, зачем он пришел в вашу жизнь. И есть люди, которые, вот я хочу камень, у моих друзей плохие отношения, я хочу к ним камень принести, чтобы у них было так, так, так. То здесь момент, я хочу за других людей. Это не самый лучший вариант, таким образом выбирать и дарить камень. Вы можете подарить камень, он может понравится, может не понравится. Это как дарить щенка. Для кого-то шок, а для кого-то ракость. Да, да. Это, вот помните, когда вы делаете кристальные подарки, что это, это как, это живое царство. И поэтому вы, вот, ассоциация как дарить щенка. Поэтому, если вы не уверены или там у кого-то что-то хотите изменить, это только ваше желание, которое не имеет всем людям совершенно ничего. То есть этот камень на самом деле нужен там дарящему, да? Да, 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 да. Но если вы хотите все-таки кому-то сделать там приятное, подарите тогда украшение. И обязательно будьте уверены, что это украшение будет любимое, а не где-то лежать в шкатулке и никогда не вытаскиваться. Мне в детстве очень не нравились на бабушках такие вот такие натуральные бусы. Я не могла понять почему. Я довольно долго считала, что вообще бусы носят только старушки. Моя детская ассоциация. А потом я просто поняла, они их никогда не чистили. Они их оставляли энергетически по наследству кто-то там. Они уже были не те. Они не камень был, там был тот человек, который его носил. Или та женщина, которая. И вот эти вот моменты, их тоже надо учитывать. А для этого нужно просто, в общем-то, помыть, да? Под протушенную воду. Помыть, почистить звуком. И сейчас, кстати, есть в многих, где оптику чистят, лазером чистят. Любое старое украшение можно освежить, классно освежать. Поэтому используйте этот момент. Потому что особенно самоцветы, они имеют поры. И в эти поры забиваются и пот, и жир, и все что угодно. И лазер чистят хорошо. Ну да, это важно. Это важно, это важно, да. Кто-то в соленой воде купает, кто-то еще как-то. Но соленая вода... А вообще, как часто надо их мыть? Вот если так помню. Если в жизни идут сложные... Я извини, что я тебя перебила. Если в жизни идут сложные ситуации, мыть лучше чаще. Если в жизни все так достаточно спокойно и радостно, можно реже мыть. Ну, по мере того, как сам себя ощущаешь энергетически. Можно вообще даже, когда сложная ситуация, взять какой-то черный камень и его иметь. Потом его... Бросить, да? То есть, чтобы он унес все. Или где-то его в саду под какую-то... Закопать. Я, кстати, за то, чтобы, может быть, даже не выбрасывать, а закапывать, потому что это более уважительно. Кроме не вернулся в свое земное царство. Ну да, как бы очиститься там, в общем-то, самостоятельно. Да, он может очиститься, а он может, он вам больше и не нужен. Да. Слушай, а вот эти вот тут какие-то рисунки нарисованы? Это что? Это лазером нанесен на цветок жизни. Это матрица жизни. Это золотое сечение. И это получается так, что... То есть, она вообще для чего? Потому что я тоже такие видела в магазине. А вот для чего? Это цветок жизни под Рануала Мельхиседеку, матрица жизни. И вообще на него на солнышко лучше всего, конечно, смотреть. Или на свечку. Они прозрачные. Это пластиночки агата. И вот с этим рисунком структурируют воду, если ставить в прозрачность. Пить, что-то класть, очищаться. Это сакральная геометрия, матрица жизни. Эталонная вибрация. Вообще, вот я тебе, так сказать, издалека скажу. Один стоматолог, питерский врач в Америке, и сделал программу, как приблизить пропорции лица с учетом изменения зубов к правилу золотого сечения. Ну да. Сакральной геометрии. Когда он это сделал, процесс занимает 2 года, не дешевый. Человек, причем зубы не вырезает, он двигает. Это поэтому 2 года. Но на него подали в суд пластические хирурги, он у них отнял след. Как только человек приближается к правилу золотого сечения, к пропорции золотого сечения, у него пропадают морщинки, у него там улучшается, он омолаживается. Но что самое интересное, они потом заметили, что даже походка меняется. Вот что-то ты сделаешь эталонным, и уже весь организм под это начинает подстраиваться и производить вот эти позитивные изменения. Да, здорово. Ну и вот эти вот, как можно, как талисман, как активатор для водички, как что-то еще, каждый для своих целей. Ну вот они так вот классно работают. Ну да, они очень-то как-то... Прям вот хочется сюда стаканчик поставить. Можно колечко класть, чтобы оно очищалось, заряжалось, украшения какие-то. Можно кто-то таблеточки кладет, чтобы... Ну да, хорошая ухватилась. Да, хорошая. То есть здесь кому что. Ну да, на самом деле действительно получается очень творческий процесс, как вот для себя. Слушай, а для чего вообще вот эти шары? Это для пространства. Это вообще вот такие штуки, которые большие как бы... Ну да, прозрачный шар, кто-то там с ним медитирует, кто-то там ясновидением с ним занимается и так далее, пророческие какие-то вещи из него вытаскивает. Но на самом деле это та структура, в которую ты погружаешь глаза, там точка вне времени, и для медитативных практик совершенно все подходят, прозрачный и непрозрачный. Но когда он вот так строит, он обутывает на пространство. Что он делает? Ну во всей стороне это пространство равномерно, ну как вот структурирует вот это вот его вибрация, спокойствие земли. Вот это вот спокойствие земли, не зря они такие зелененькие, такие глазки радуют полосатенькие эти ониксы. Это спокойствие земли. И это работает именно в доме, как на пространство. То есть по идее, если вот в доме какие-то конфликтные ситуации или что-то, то это будет тоже помогать гармонизировать, спокойствие вносить. Шар из острых углов, да. А если вот, например, поставить вот этот вот обелиск, который может стоять, да, или пирамидка, то это такое надо ставить, там, где энергия слабо ходит, потому что вокруг нее вот этот поток энергии идет и немножко сделает один оборот, или два. То есть это для того, чтобы акцентировать поток энергии, особенно в застойных углах. Ну, где-то темный угол, где-то свет мало проникает, или еще что-то. То это для гармонизации пространства. Поэтому если где-то даже есть у вас темное место на участке в саду, вот такой камешек поставьте его вот так, не положите, а поставьте его вот так. Типа обелиска, да? Да, типа обелиска. Он будет закручивать энергию и все. И тогда считается, как вот этот энергетический поток жизни, он делает в вашем саду некоторую такую вот остановочку, да, и... навещает у вас. Вот такой вопрос пришел в голову. Вот, допустим, сейчас очень многие любят делать по фэн-шуй, да, квартиры, дома. Иногда бывает такое, что, ну, физически нереально там сделать. Допустим, окна прорубить в другой стороне. Камень же тоже могут помочь этому, да? То есть, если есть какая-то там или вот водная жила, да, которая как бы вредно влияет на эти вот пересечения, да, и спать как бы нельзя или там что-то нельзя делать, то камни они тоже помогают и в этом случае. На вредную жилу надо ставить шунгит. Можно даже просто купить гальку и просто там ее как бы положить. Или там пирамидку какую-то, да? А если по фэн-шуй, то там уже в самом учении фэн-шуй сказано, поставьте такой-то камешек или поставьте такой. Там уже как бы это едет, но там фэн-шуй, потому что камнями всегда акцентировали. И причем фэн-шуй использует очень много природных камней, там мрамор, там такие. А кристаллы там тоже в современном фэн-шуй уже как бы есть в практике исправление негативных энергий именно с применением кристаллов. Так что это в любом фэн-шуй все известно. И самое главное, что фэн-шуй применяет, и я считаю классно работает, это подвески хрустальные на люстру. А, ну это было в советской беде, это очень популярно тоже. Ну, теории не было, а вообще это людям нравится. А почему нравится интуитивным и чувством, что оно как бы вот энергетику распределяет более равномерно во все углы комнаты. Так что в этом есть смысл. И эти подвески, которые вешаются, они же в принципе сделаны человеком. Там не выточенные вот эти, это когда-то древние и раньше точили на люстру. А сейчас же они, этот, кварцевое стекло плавленное. И таким образом они тоже работают. Их тоже можно вешать. Потому что кварцевое стекло делается из кварцевого песка. Кварцевый песок на любом пляже, это разбитые вот эти вот из гранитных жил, там же гранит содержит тоже кварцы, это в итоге все одно и то же, силиконовое блюдо. Да, интересно, что так можно, такое многофункциональное использование этих камней, да? Да, а можно воду пить. Ложить в камушек, да? Да, вот такой гладенький водичку, прозрачный стаканчик должен быть. Это прямо в воду ложишь, да? В воду, да. Вот все кварцы, они розовый кварц, горный хрусталь, аметист, цитрин, они все не ядовитые, их можно пить. Их можно прямиком положить в воду. Единственное, надо помнить, что этот горный хрусталь в воде становится прозрачным. Не проглотите, пейте. Вот этот момент надо учитывать. Вот, это цветные видны, а этот прозрачный, он его в воде не видно. Вот, и вода постоит, ну, минимум, три часа обязательно на свету, обязательно в прозрачной емкости, потому что кристаллы включаются в свет, свет проходит сквозь кварц и выпускает вибрацию в воду. Ваша вода становится жидким кристаллом. Это возвращение в воде родниковых свойств. Так что, особенно бутилированная вода, она же мертвая, это ее очень хорошо оживляет. Да, здорово. Так что, это вот такие вот, ну, как бы, практики. Есть кристаллы, которые нельзя в воду класть, ну, это отдельная тема, а класть им все можно. Единственное, что постарайтесь, чтобы он был без острых углов, и чтобы не скололся, и чтобы никакие осколочки от него, скажем... Не попали в воду. Да, да, не попали. То есть, берите гладенький голышок. И за теми кристаллами, которые вы пьете, за ними надо ухаживать. То есть, вы же меняете воду, моете свой кувшин, правда, или чашку. Точно так же и. И ум, это так. Чувствую легеную. А вообще, есть какие-то вот тоже камни, которые помогают, вот дают человеку энергию, вот эту смелость, решимость, что-то вот такое делить? Да. Вот какие это камни? Ну, прежде всего, для бесстрашия, это тигровый глаз. Ага. То есть, если будете выбирать, это тёплых ярких цветов. Красный, оранжевый, да? Ну, как по чакрам. Да, да, да. Вот. То есть, это то, что вас будет тонизировать. Вот красная яшина. Ага. Вот сердолик будет вас тонизировать, да. То есть, это то, что... Вот ещё сердолик. Даже несколько, он очень любим, потому что он позволяет активнее использовать жизненную энергию и жизненную силу. Так что вот такие камни, которые будут давать. И чёрные камни тоже могут давать энергию, если у вас нету к ним предубеждения, потому что есть некоторые люди, которые боятся чёрных камней. Если у вас есть такое предубеждение, значит, не стоит. Вот гранат может давать энергию, но он больше будет работать на женщине. На такую, скажем, энергию будет давать больше сексуальную. Вот, поэтому на женщину он больше. А на мужчину он будет работать более так, немножко царственно. то есть по идее вот так если человек такой вот нерешительный не хватает ему энергии то или женщина бусы с тигрового класса будет хорошо на или даже студентам на экзамен вот он нервничает уверенно вдруг я не знаю вот ему тигровый глаз если не хватает мягкости у кого-то там вот женщина такая вот тогда вот такие камешки лунный камень селенид гипс вот такие женский в том числе коралл вот это тогда будет так смягчать вот острые углы так а это был у нас кто это тоже кварц его тоже нужно класть в воду желтенький такой он также помогает ощутить уверенность в себе и вот когда хмурые дни осенние водичку с ним попить чтобы так сказать внутрь добавить солнышко будет работать как для родниковой воды это агатик очень кстати хорошо агатовую водичку пить разноцветных агатиков можно наложить в чашечку единственное что постарайтесь чтобы эти разноцветные агатики были натуральные их часто красят такие ядовито малиновые ядовито зеленые ядовито синие это крашеные лучше взять таких вот так вот потому что их часто красят и часто красят еще и не тем самым безопасным образом да гематит можно пить для вот обыкновенный вот этот металлический да его можно пить купить этот гематитик положить в чашечку он будет почки чистить и будет гематитический металлический металлический выглядит как будто бы вообще тяжелый его часто намагничивают тогда магнитный там уже совсем другая теория здравления а так вот бытовой такой он не дефицит можно купить свободно платить ну я вообще да помню так заходишь там столько разных камней у нас на Кипре тоже много ну и здесь тоже конечно у вас там даже пляжи есть где-то где эти агаты валяются на пляже да не знаю надо будет поискать да 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 пляжи есть где-то а вот эти пить нельзя а это что было такое? это лазурит азурит и бирюзу бирюзи здесь у меня нету пить нельзя потому что у них малахит тоже нельзя пить потому что у них свободно в воду выходит медь ну то есть кварцы кварцы можно все да вот эти... Розовый кварц, агаты тоже кварц агатики все цитрин повторю цитрин розовый кварц эмитисты горный хрусталь дымчатый кварц все можно пить дымчатый кварц выбираете не самый тёмный чтоб в него проходил свет потому что совсем тёмный дымчатый кварц часто ну искусственно затянем поэтому выбирайте вот такой Угу.